всем привет вы на канале автозвук вей недавно на нашем канале вышло очень интересное видео которое к тому же стало очень популярным в нем я рассказываю о тех ситуациях когда легендарная смазка vd-40 может навредить но также в этом видео получилось что я немножко захейтил в дешку и теперь мне нужно как-то реабилитироваться так как лично меня это смазка спасала много раз и уверен что вам она в жизни тоже несколько раз пригодилась заходите заходите так а почему сумка только одна ладно еще раз про меня забудете и не такое видео вам сниму ясно видеть в данном видео я не буду рассказывать о каких-то стандартных банальных способах применения в дешке так как они всем хорошо известны а наоборот сконцентрируясь на нестандартных способах применения этой смазки а также на применении смазки vd-40 в домашних условиях но только в том случае когда под рукой нет специальных или привычных средств например если палец любознательного малыша застрял в каком нибудь отверстие достаточно взять смазку vd-40 подсоединить эту красную трубочку и сбрызнуть палец смазкой он освободится из отверстия без всяких проблем причем этот лайфхак не имеет какого-то срока действия так как малыши с возрастом не теряют интереса к тому чтобы засовывать свои пальцы в различные отверстия и помощь в дешке всегда будет кстати главное после применения vd-40 хорошо помыть руки и можно также помыть само отверстие особенно если она сделана из каких-нибудь деликатных материалов кстати о мытье рук все прекрасно знают что для того чтобы освободить палец от тугого кольца обручального или обычного его нужно смазать мылом но если мыла под рукой нет нам на помощь снова придет vd-40 также брызгаем немножко смазки на палец и кольцо снимается с пальца без всяких проблем то же самое можно сказать и о застежке молния иногда бегунок застежки может заедать и здесь мы снова берем немножко смазки и смазываем сам бегунок если же вы боитесь запачкать ткань в дешку можно распылить на какую-нибудь поверхность либо в какую-то емкость и набрать оттуда кисточкой аккуратно смазав и бегунок и саму застежку все знают что для того чтобы удалить жевательную резинку с тканевой поверхности либо волос необходимый жир или холод то есть жвачку можно смазать каким-то маслом и она теоретически должна со временем отпасть либо можно положить на нее сверху кубик льда жвачка замерзнет задубеет и без проблем отклеится либо можно взять средства два в одном выдержка как и любой аэрозоль при распылении охлаждает поверхность но также в ее составе имеется немножко минерального масла тот самый жир поэтому если например у вас где-нибудь на мебели или в волосах приклеилась жвачка ее можно обработать выдержкой подождать несколько минут и затем пробовать удалять раз в составе выдержки есть 15 процентов минерального масла значит ее теоретически можно использовать как смазку но мы в прошлом видео уже выяснили что как полноценная смазка выдержка работает не очень хорошо в ее составе также много растворителя и в принципе растворитель в какой-то мере нивелирует действия самой смазки но если вам нужно смазать какие-то не свои механизмы ну например на детской площадке вас постоянно раздражает скрипучая качеля в дешку можно взять с собой на следующую прогулку и просто смазать эту качелю также в дешку можно использовать как смазку в экстренных ситуациях для там велосипедов каких-нибудь самокатов и так далее но затем уже приехав домой желательно удалить все следы в дешке и обработать узел необходимой смазкой это продлит его ресурс но в экстренных ситуациях как смазку в дешку можно использовать повсеместно можно даже попробовать смазать лыжи санок для того чтобы они по снегу ехали интереснее но это не единственная ситуация когда в д-40 может защитить вас от снега например если вы часто убираете снег лопатой вокруг автомобиля либо во дворе частного дома то наверняка замечали что снег может прилипать к лопате и работать лопатой в таком случае не очень удобно лопату можно натереть обычной парафиновой или восковой свечкой либо взбрызнуть в дешкой это будет препятствовать налипанию снега на саму лопату и работать с ней будет гораздо комфортнее также в сильный снегопад в дешкой можно обработать подоконники и нижнюю часть окон в таком случае снег не будет задерживаться на ваших окнах а будет попросту спадать вниз и более того если подоконник вашего окна или балкона облюбовали птицы которые там постоянно оставляют следы своей жизнедеятельности после обработки подоконника vd-40 птицы на него уже садиться не будут ну и также если вы любите например выращивать на подоконнике либо на балконе какие-то цветы в дешкой можно просто обработать горшки к ним не будет липнуть грязь пыль и они будут лучше сохранять свой презентабельный вид если вы столкнулись с черными полосами которые обычно оставляют подошвы обуви на полу либо на светлой обивке салона автомобиля vd-40 снова придет вам на помощь в дешкой мы обрабатываем поверхность и затем просто протираем ее любой салфеткой из мягкой ткани главное если вы удаляете черные полосы из пола пол желательно потом помыть любым моющим средством так как поверхность может оставаться скользкой еще одна проблема которая часто встречается на полу правда она чаще встречается не в квартирах а в каких-нибудь коммерческих помещениях это в топтанные жевательные резинки vd-шка поможет справиться и с ними также с помощью vd-шки можно удалять различные битумные загрязнения с лакокрасочного покрытия автомобиля продолжая тему чистоты хочется отметить что vd-шка неплохо справляется следами различных клеев на различных поверхностях но здесь уже нужно экспериментировать а также vd-шкой можно смыть карандашное и фломастерное художество с ламината лакированной мебели бытовой техники и так далее здесь снова таки достаточно просто обработать поверхность составом и протереть микрофиброй некоторые автомобилисты в своем стремлении сэкономить используют vd-40 в качестве средства антидождь или антитуман обрабатывая им внутреннюю и внешнюю поверхность лобового стекла и действительно из-за своей маслянистой структуры vd-шка какое-то время может работать как антидождь или антитуман но само минеральное масло которое входит в состав vd-40 оставляет на стекле серьезные разводы их располировать очень сложно но я думаю что это не имеет никакого смысла может быть больше проблем чем пользы а вот например в домашних условиях если под рукой нет никаких других специальных средств vd-шку можно использовать ванной комнате обрабатывая ей зеркала и стекла душевой кабины зеркала не будут запотевать в них всегда будет видно хорошо даже если вы приняли горячий душ а на стеклах душевой кабины не будет задерживаться влага и соответственно будет меньше известковых отложений белых вот этих налетов всяких и так далее единственное конечно что vd-шка имеет специфический запах но запах будет менее продолжительным чем гидрофобный эффект вне автомобиля и вне дома vd-40 можно использовать на пикнике для разведения костра особенно в влажной среде для этого можно взять ватку тряпочку несколько салфеток или щепок обработать их vd-шкой и поджечь главное не распылять состав на открытое пламя иначе флакон может воспламениться в руках но это приведет к катастрофическим последствиям конечно же скептики могут возразить что на костре который был разведен там таким способом нельзя готовить пищу он уже не кошерный и вредный но на самом деле вот эта маленькая ватка или несколько щепок перегорят в большом костре очень быстро и ваш очаг вполне будет пригоден для приготовления пищи шо там представитель нормально все получилось слава богу давайте вторую сумочку несите а то я их когда по одной штуке ношу меня уже сколиоз на правую сторону развивается и в завершение видео по стандартам жанра я просто обязан попросить вас написать в комментариях известные вам нестандартные способы применения vd-40 а еще лучше те которые вы испытывали на практике и на этом у меня уже как обычно все если видео было полезным и интересным поставьте лайк и подпишитесь на наш канал